В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Выходить на лед запрещается. Ледовое покрытие должно достигнуть безопасной толщины не менее 10 сантиметров. В районе городских очистных сооружений в субботу провалился под лед-снегоход, направлявшийся из Наринмара в Тельвиску с двумя мужчинами на борту. Один из них погиб, его тело спасатели обнаружили только в понедельник. Эта неделя для многих учащихся школ Наринмара началась в формате дистанционного обучения. В очном режиме продолжает работать только одна городская школа номер один. В лесозаводском микрорайоне в рамках проекта формирования комфортной городской среды открыли новый объект благоустройства – мультивозрастную площадку. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В Наринмаре ввели запрет выхода на лед в необорудованных местах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Соответствующее постановление подписал глава Наринмара Олег Белак. Выход на лед водоемов запрещен на время становления льда. Ледовое покрытие должно достигнуть безопасной толщины не менее 10 сантиметров. Под запретом выезд из стоянка на льду автотракторной техники. Это касается мест, не оборудованных ледовой переправой и соответствующими запрещающими знаками безопасности. Запрет в этот период вводится ежегодно в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на льду в осенне-зимний период. Субботу 24 октября провалились под лед в районе городских очистных сооружений двое мужчин. Они ехали на снегоходе из Наринмара в Тельвиску, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ненецкому округу. Одному мужчине помогли выбраться очевидцы на аэролодке, а второй пропал без вести. Его поисками занимались три дня. Обследовано 300 квадратных метров дна в районе места провала снегохода. Поисковые работы осложнялись тем, что лед на реке образуется очень быстро. В понедельник, 26 октября, тело погибшего мужчины обнаружено спасателями. В период становления льда Управление МВД России по Ненецкому округу и Центр ГИМС МЧС России будут проводить совместные рейды по контролю запрета выхода на лед. Нарушение запрета влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. В ночь с 25 на 26 октября в поселке Оксино загорелась кровля дизельной электростанции. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. В тушении пожара приняли участие около 50 человек, в том числе жители Оксино. Было задействовано 5 единиц техники. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ненецкому округу, угроза распространения огня отсутствовала, так как жилые дома расположены отдаленно от возгорания. 25 октября в 21 час 41 минуту поступило сообщение от главы сельского совета поселке Тельсиев о пожаре на дизельной электростанции. К тушению привлекалось подразделение местной пожарной охраны и добровольцы. 3 часа 25 минут пожар был ликвидирован. Пострадало здание дизельной электростанции. В настоящее время ущербы и причины устанавливаются. По состоянию на 8 утра электроснабжение поселки было восстановлено. От огня частично пострадали стены здания, чердачные перекрытия на всей площади. Стропильные конструкции кровли наиболее сильно пострадала кровля. Введенный в районе разлива нефти на реке Колова режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в Заполярном районе снят. Лукойл устранил следы нефтепродуктов в акватории и на берегах реки Колова в Нинницком округе и республике Комик, которые попали в нее из-за разгарметизации недействующего трубопровода на Харягинском месторождении. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации нефтегазового сервиса. После проведенного комплекса ликвидационных работ в акватории Коловой и на ее берегах следы нефтепродуктов не наблюдаются. Ведется постоянный мониторинг состояния воды и прилегающих к реке территорий, сказано в сообщении компании Лукойл. В ходе ликвидации чрезвычайной ситуации были проведены следующие мероприятия. Для локализации нефтеразлива было установлено 6 рубежей боновых заграждений общей протяженностью 7 160 метров. Проведен сбор загрязненного грунта на месте разгерметизации. Всего собрано 72 кубометра грунта. Проведено распыление и сбор сорбентов. Всего распылено более 21 тонны сорбентов. Собрано нефтесодержащей жидкости отработанного сорбента более 45 кубических метров. Все собранные материалы вывезены с места происшествия для дальнейшей утилизации. Задействованные в ликвидационных работах техника, персонал и оборудование готовятся к демобилизации. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня отменен. В настоящее время активная фаза работ на месте разлива уже проведена. Все боновые заграждения у нас сняты. Проводится проверка отсутствия остаточного загрязнения на береговой линии ниже по течению от места утечки. Обследована подводная часть нефтепровода через реку Колова. Дефектов не обнаружено. Напомним, в районе реки Колова 17 октября рядом с месторождением на недействующем нефтепроводе произошла разгерметизация. В водоем попала нефтяная жидкость. Площадь мысляного пятна составила 700 квадратных метров. Объем разлившейся нефтесодержащей жидкости – около тонны. Администрация Усинска ввела режим ЧС на территории муниципалитета. Позднее режим ЧС ввели и на части территории Заполярного района Ненецкого округа. В ликвидации последствий ЧС было задействовано 189 человек, в том числе аварийно-спасательное формирование «Лукоэлл Севернефтегаза» и спасательного формирования «Природа» из города Усинска. Установлено более 4000 боновых заграждений. Завезено порядка 23 тонн сорбентов. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении недропользователя. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Продолжим выпуск текущей информации об эпидемиологической ситуации в Ненецком округе по COVID-19. Об обстановке на еженедельной расширенной планерке в администрации округа доложил исполняющий обязанности руководителя профильного ведомства. На сегодняшний день под наблюдением медиков состоят 99 человек с диагнозом новая коронавирусная инфекция COVID-19, в том числе пациентов с бессимптомным течением 9. Из состоящих под наблюдением 21 пациент получает стационарное лечение в специализированном отделении Ненецкая окружная больница. В их числе 15 человек – это жители Наринмара, 3 жителя сельской местности и 3 работника с месторождений. 78 человек получают амбулаторное лечение по местонахождению. Из них 62 жителя Наринмара, 2 жителя в поселке Скатели, 1 иногородний и 13 жителей в населенных пунктах сельской местности. Всего граждан, находящихся под наблюдением, 834 человека в округе, в обсерваторе находятся 3 человека. По поручению губернатора в Ненецком округе увеличили количество ПЦР-тестирования. О том, где можно провести тестирование, а также кому необходимо его проводить, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Проводить тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции или нет, принимает непосредственно врач-терапевт. Однако есть исключения. Так, в обязательном порядке ПЦР-исследование проводится пациентам с диагнозом пневмония, медицинским работникам, тем, кто вернулся из-за пределов России и имеет признаки ОРВИ, тем, кто контактировал с положительными ковид-пациентами, кто оказывает помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и лицам старше 65 лет с признаками ОРВИ. Первое обращение к населению, если вы чувствуете признаки недомогания, если у вас длительное повышение температуры, необъяснимая слабость, боли за грудиной, проявление дыхательной достаточности, позвоните и обратитесь к врачу. На сегодняшний день вопрос, тестировать или нет, в обязательном порядке это решение принимает врач-терапевт. И здесь два критерия – это клинические проявления и второе – это эпидемиологический анамнез. Решение принимается индивидуально в каждом случае. Если острое респираторное заболевание протекает тяжело, то у таких пациентов тест берется в обязательном порядке. Исследования проводятся в трех лабораториях региона. Лабораторную диагностику возбудителя новой коронавирусной инфекции на территории НАУ на сегодняшний день осуществляют три лаборатории. В двух из них применяется метод полимерной цепной реакции, так называемый ПЦР. Это лаборатории окружного противотуберкулезного диспансера, где мы сейчас и находимся. И лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в НАУ. Последняя в данном случае выступает в качестве референс-лаборатории. То есть лаборатория, за которой остается последнее слово в диагностике. По примерным расчетам медицинских организаций, для удовлетворения потребностей в тестировании необходимо дополнительно проводить около 40 исследований в день. Третья лаборатория – это Ненецкая окружная больница. Там для диагностики применяется метод иммуноферментного анализа, так называемый ИФА. Кроме того, на базе лабораторий медицинских учреждений доступно проведение экспресс-методов, выявление наличия специфических иммуноглобулинов к вирусу COVID-19. Это метод иммуно-хормографического анализа или ИХА. Добавлю, средний показатель по проводимости ПЦР-тестов в регионе превышает показатели по другим регионам Российской Федерации. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Эта неделя для многих учащихся школ Наринмара началась в формате дистанционного обучения. В очном режиме продолжает работать только одна городская школа номер один. Более других дистанционный формат обучения коснулся учащихся двух городских школ. Это школы номер три и номер четыре, а также школьников поселка Искателей. В этих образовательных учреждениях на дистанционку перевели всех учащихся с пятого по одиннадцатый классы. Ученики начальной школы продолжают обучение в очном режиме, за исключением двух классов в четвертой школе. В других образовательных учреждениях на дистанционное обучение перевели лишь некоторые классы. Мининская специальная коррекционная школа-интернат до 30 октября уйдет на досрочные каникулы. Сельские школы продолжат работать в штатном режиме. В микрорайоне лесозавод прошло торжественное открытие нового объекта благоустройства – детской мультивозрастной площадки. Объект построен в рамках федерального проекта – формирование комфортной городской среды. На улице Комсомольская теперь есть место, где на свежем воздухе могут провести время жители района всех возрастов. На территории обустроены игровые элементы для малышей и детей старшего возраста – брусья зона для отдыха. Каждый элемент данной площадки соответствует евразийским стандартам современно. На каждом элементе присутствуют шильды с возрастной группой, с артиковым производителем и его контактами, в случае чего. Ждали окончания обустройства, наблюдали за ходом строительства такой долгожданной площадки жители всех соседних дворов. Конечно, это радостное событие для жителей микрорайона и наших детей. Для меня это такое вдвойне событие очень радостное. На этом месте стоял мой родной дом, в котором я родилась, где прошло мое детство. Поэтому очень замечательно, что на месте моего старого дома построили такую площадку. Мы курировали, как жители данного района курировали строительство, делали свои замечания. И вот сегодня настало наконец-то это событие, мы очень рады. Оборудованной площадки в этой части микрорайона не было. Местной ребятне приходилось играть далеко от дома, что доставляло неудобства как им, так и их родителям. Раньше я играла в городе, а сейчас мне тут нравится, потому что тут тоже немало народу. И площадка красивая, постарались, сделали свое. А так на ней играть весело, все хорошо. Мне она нравится. Данная общественная территория в 2019 году заняла шестое место в рейтинговом голосовании жителей города за первоочередные объекты благоустройства в 2019-2020 годах. Подрядчик сдал объект в установленный контрактом сроки. В целом за период реализации на территории города проекта формирования комфортной городской среды работа ведется успешно и в срок. Мы, собственно говоря, двигаемся дальше. То есть у нас на следующей неделе это объект Меменщикова. Но и дальше мы каждый год создаемся новые и новые территории. И всего мы где-то за три года порядка, уже, наверное, около 50 разных мест создали. То есть где-то площадки, где-то обустроили дворы. Напомню, объект построен в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Стоимость контракта составила почти 11,5 миллионов рублей. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ниньском округе продолжает работу межрегиональный форум «Наследники Авакума». В рамках форума в этнокультурном центре Наринмара открылась уникальная выставка под названием «Лестовка и подручник». Познакомиться с бытом и обычаями старообрядческих общин можно будет не только в фойе ЭКЦ, но и в режиме онлайн. Александра Литкова расскажет подробнее. Старинная прялка и сундук 16 века. Зоя Федоровна Чупрова бережно хранит вещи, которые из поколения в поколение передавались в семье по женской линии. У меня прялка, на которую бабушка пряла. Это мезенская розь из Пижамска. Здесь вот сундучок 1591 года сделан. Вот это самое в семье был. Бабушка здесь хранила краски, которые красила клубочки шерстяные, чтобы вязать писаные чулки. Поэтому вот так все храню. Особое место в семье Зои Федоровны занимает местовка и псалтарь, которые также достались ей от бабушки. Бабушка была грамотная, староверская, староверка. Жила она в Скидской очень долгое время. Я воспитывалась тоже в Скидской, где наставником был Сидор Нилович Антонов. И вот у него было великое множество таких книг. И тогда, когда бабушка уже переехала в Усть-Цельму, она, конечно, читала и молилась по этой листовке. Это мне как раз от нее досталось. Там еще дома у меня в Усть-Цельме еще такой же псалтарь есть. И листовка. Это уже мама потом уже молилась. И вот так я сохраняю, как говорят, и привезла сюда в Наринмар. Многие экспонаты, представленные на выставке, имеют давнюю историю. Например, самовар семьи Асташовых, привезенный из Усть-Целемского района. И еще ряд предметов быта, которые были распространены в избах старообрядцев. Работа по подготовке к выставке началась еще в начале года и включала в себя три мастер-класса. Первый был посвящен костюмам, второй – подручнику о третьей листовке. Были у нас обычные люди. Присоединился к нам клуб Татьяна. Очень мы благодарны им. Ну и были люди, которые ходят в старообрядческую церковь. И третий мастер-класс. Благодаря Гусевой Афиме и Григорьевне она научила меня. Я приходила к ней, договорилась, чтобы она провела для меня лично мастер-класс по технологии, какая была распространена здесь, у нас в Нинском автономном округе, по изготовлению листовки. Предметы выставки также рассказывают о мужских и женских занятиях, показывают обыденную и праздничную одежду староверов. Кроме того, представлены платки по мотивам XIX века, выполненные ручной набойкой и вытравными красками. Ну а название выставки выбрано не случайно. Лестовка и подручник – это обязательные предметы для молебенных служб. Настоятель старообрядческой поморской общины Александр Липунов первым оценил экспонаты. Вот у нас нужно быть подручниками, так как у нас земные поклоны. Лестовки, чтобы нам не по пальцам молиться. Выставка, конечно, заслуживает как бы самое лучшее, поощрение, можно сказать. Все сделано здорово, значит, тут можно популяризировать. Выставка «Лестовка и подручник» организована этнокультурным центром в рамках межрегионального форума «Наследники Авапума» и открывает целый ряд мероприятий. Это очень важная часть форума. Именно она открывает мероприятия этнокультурного центра. И далее у нас планируется целых 10 вечеров благодатного пения, которые последуют уже следом за выставкой, начиная с 24-го числа. В вечере будут принимать наши гости из разных регионов, из Риги, из Республики Бурятия, из Санкт-Петербурга, из Москвы. И гости из Великого Новгорода, они расскажут про традиционные блюда новгородских старообрядцев. Выставка доступна только для индивидуальных посетителей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, а также в онлайн-формате на сайте этнокультурного центра. Посетить выставку можно будет до 20 ноября. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.